Всем привет, вы на канале CryptoCommons, это экстренный апдейт, что происходит с биткоином и с альткоинами, ребята, что происходит вообще на крипторынке. Давайте посмотрим. ИТФ приняли, BlackRock, вот Ларри Финк уже по этому поводу говорит, что он верит, что будет огромный восходящий потенциал, поскольку люди верят в геополитические риски. И, ну и короче, что это класс активов, что типа фиатные деньги это класс активов, которые тебя грабят, а биток это как золото, только цифровое золото. И что типа они предлагают хорошую качественную кстудиальную услугу на это цифровое золото, и что если так подумать, то разницы между биткоином и золотом вообще нет в плане защиты от коллапса фиатной системы. Вот такие вот бычьи, казалось бы, пошли новости, но не забывайте, что, ребят, на любом бычьем забеге у нас случаются коррекции по 25, 35 и даже 40%, по альтам по некоторым даже и по 70%. И потом дальше мы разворачиваемся и идем наверх. То есть бычий рынок это не то, чтобы очень легко. И вот сейчас мы одну из таких коррекций потенциально наблюдаем. Правда, вот мы уже снова практически вернулись к 43 тысячам, но тем не менее мы не так давно с вами терлись на 46. И обратите внимание, TRDR как всегда снова как часы отработал, ну практически как часы. Вот смотрите, весь продавец в итоге был жирный, цену вернули обратно в канал, к нижней части канала. Вот здесь был один ложный на часе покупатель, который не отработал, но дальше пришел сильный покупатель, и мы снова от одна канала, ребята, отбились. Но тревожный звоночек в том, что вот сейчас пришел продавец. Обратите внимание, на часовике уже вот здесь теперь пришел продавец по текущим уровням, там же, грубо говоря, где мы сейчас и находимся. И на 4-х часовике тоже он есть, то есть на 4-х часовике даже покупок этих не видно, а продавец есть, то есть продавец понижается, посмотрите. И это о чем нам с вами говорить, что опасная ситуация в моменте локально для лонгистов, кто это торгует. Кстати говоря, кто торгует этим, ребята, напоминаю, что на бирже Bybit, на нашей любимой бирже Bybit, сейчас идет Grand Prix Trade Masters, второй сезон. Короче, обязательно залетайте по ссылке, мне надо самому нажать участвовать, походу. Вот все, я зарегистрирован, смотрите, еще 4,5 дня идет регистрация, и потом начнется состязание, ребята. Поборемся за, как всегда, огромные, как всегда, большие призы на Bybit. Иногда, мне, кстати, пару раз прилетало что-то очень круто, удобно, на эфирном турнире каком-то я выиграл. Даже если трейдинг-бонусы прилетают, ты ими трейдишь потом, а тут прилетают реальные средства, реальные USDT. Так что торгуйте, как обычно, можете пригласить друга, так же, как я вас, и просто за объем, если торгуете хорошо, то получаете еще дополнительные призы и вот эти вот NFT-коробочки. Вот, а у меня лично что, я, конечно, лангую этот отскок, но я тут уже скальпил, перескальпил, все, инверс, переинверс. В общем, пока в районе безубытка, на самом деле, упражняюсь, честно вам скажу, в районе безубытка, где-то на лосей закрывал, где-то пошортил, вот пошортил токен USDT вчера на 2000$ в плюса, и 500$ спустил уже на 100% лосей, сейчас опять по нему вышел пока практически. Что еще? Audio, Dash, Dot, думаю, будут стрелять, Litecoin, Mana, Ether Classic, вот что я сейчас держу. На Мекси Atom взял немножко в инверсе, снова залетаю на Мекси в инверсе, Atom, XLM там тоже есть. Мекси отличная биржа, тоже супер альтернатива Bybit, и меньше парит мозг с KYC и со всей этой темой, ребята. Так что обязательно по разным биржам диверсифицируйтесь, я вам много раз говорил. На бирже FEMIX он торгует FEMIX токеном уже вовсю, понимаете? Вот, что можно сказать об альтах? 73% индекса альтсезона приближаются в зону непосредственно уже жары, то есть опять же, сам по себе альтсезон, это уже когда монеты на хаях. Они могут еще улетать на десятки иксов, но это уже не аккумуляция и не накопление. Вот, тем не менее, да, вот мы сейчас туда и идем, походу, в эту зону, при этом что мы видим, что старички падают. Да, лайткоин падает, дэш падает, все падает, вы скажете. Да, но посмотрите, что сделал классик вчера. Классик вчера взял, или когда это было, уже позавчера, наверное. И выдал 2 x'а на ровном месте без малого. И это все похоже, что может быть только начало, ребята. Начало перед чем-то большим. То есть, опять же, вот такие вот штуки на бычьем рынке, это вообще не гарантированно сейчас, что пойдет ни наверх, ни вниз. Это может как закрыться бартом и кфир классик сейчас, и потом в макро-долгую, в трендовую после прокола уйти наверх сильно, так и бычьим флагом отработать и пойти ту-замон дальше делать. Понимаете, тут только мы с вами берем на себя все страхи и риски. А никто, никакой не ютубер, или никакой не дядчик, который берет дурительное управление, никому не отдавайте свои деньги, сейчас столько скама. Не ведитесь на рекламу, на все эти сигналы, все платные группы, сигналы, сливы, это все такое говно. Нет никаких сигналов, все сигналы только у вас в голове. Вы же берете ответственность за свои деньги. Никто не знает наверняка будущего, нет ни у кого никаких сигналов инсайдерских. А если и были бы, то они бы им не делились, а сами бы по ним торговали. Поймите, рынок же не резиновый, ликвидности на всех не хватит. Поэтому все, что я вам говорю, тоже делите пополам, а лучше в 10 раз. Вот, так что что тут добавить-то в сухом остатке, все клево. Растем, но не забываем о надвигающейся коррекции. Candle Wave 4-часовик тоже говорит sell, уже нам говорит он sell. И дневка, Candle Wave дневка говорит нам sell, что немаловажно. TRDR нам кричит уже, тоже дневка. Sell, sell, sell. Продавайте вот здесь. И мы вышли, видите, это было похоже на ложный выход из этого бычевого флага наверх. И сейчас мы реально можем пойти сильно ниже вниз, собирать ликвидность туда. Всю эту ликвидность стопы и ликвидации лонгистов, кто залетел по хаям. Сейчас вам лучше касту откупать и всякие такие локап, которые только-только развернулись и начинают двигаться, и которых еще нет на фьючах, только на споте. Вот я думаю, что сейчас такое время вообще отличное для этих монет. А по биткоину, еще раз вам говорю, ну будет какая-то коррекция, будет, но в долгую это все окажется вот так вот, скорее всего. Поэтому сильно тоже сейчас не увлекайтесь шортами, только со стопами. Эфир вон, опять же, посмотрите. Вот только что смотрели биткоин. Да, вот он где сейчас. И вот эфир, посмотрите, что сделал. Бам! Отбился от сетки и полетел дальше. Поэтому сейчас в приоритете лонг, друзья мои, но ставим стопы обязательно. Можно трейлинг стопы. Ставим тейки хотя бы частичные, разгрузочные. Ставим лайки, обязательно подписываемся на наш канал, двигаем крипту в массы. Нас уже с вами 100 643, ребята. Это просто какой-то крышеснос. Давайте запампим эту отметку на 200 в этом году. И давайте запампим эту цифру, эту отметку на ту цифру, куда хотим, чтобы биткоин дошел в этом году. Вот. И, кстати, голосование у нас в Телеграме. Подписывайтесь обязательно на нашу Телегу. У нас в Телеграме голосование. В каком году биткоин перепишет свой all-time high? 24, 25, 26 или никогда? Голосуйте, пожалуйста, обязательно тоже. Интересно ваше мнение. Ну, пока, кстати, за 24-й год меньшинство. Видите, 49%. Ну, ладно. У меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Торгуйте с холодной головой. Хеджируйте с шортами. Что я могу сказать? Уже не глупо это делать. Но аккуратненько. Помните, что вдолгу ходл перекроет все эти иксы, которые сейчас вам там грезятся на пятиминутках. У меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока-пока. Всем профитролей. Субтитры сделал DimaTorzok